Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники, ну и конечно же, случайные зрители. В этом выпуске мы с вами рассмотрим несколько удивительных, на мой взгляд, объектов. Причем, знаете, что самое забавное? Если первый объект, который мы с вами будем рассматривать, еще только предстоит посетить, то на втором объекте я был лично, и не один раз. Но несмотря на это, я все же не могу вам сказать, что же это такое. Да что там сказать? Я даже название этому не могу придумать до сих пор. Но я не отчаиваюсь и искренне надеюсь, что после просмотра данного выпуска кто-нибудь из зрителей нет-нет, да идейку-то и подкинет. А интересуют меня прежде всего два вопроса. Первый вопрос. Вот как вы считаете, каково происхождение данных объектов? Природное или рукотворное? И второй вопрос. Встречаются ли где-то в мире подобного рода объекты? Ну, так сказать, аналоги. Ну, а перед тем, как приступить к изучению и просмотру этих объектов, я хочу от всего сердца поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает. Дорогие мои друзья, спасибо вам большое за то, что вы есть. Здравствуйте. Я не умею и не люблю говорить красиво и пафосно, поэтому скажу просто. Та помощь и поддержка, которую вы мне оказываете, для меня попросту неоценима. Я же, в свою очередь, как можно раньше, постараюсь поделиться с вами ее результатами. В общем, камера у меня обязательно будет. И с результатами ее съемок я постараюсь вас познакомить в самое ближайшее время. Я пока не буду раскрывать вам все мои планы, дабы воплотить их в жизнь. Скажу лишь одно. Это будет небанальная демонстрация ее возможностей. Ну, а теперь давайте все же приступим к исследованию наших объектов. И начнем мы с недосягаемого, пока для меня объекта, горбатого озера. Ну и пока вы смотрите на снимок со спутника, я надеюсь, вам не нужно объяснять, чем лично меня этот объект удивляет. Я немного расскажу вам о нем. Ну, во-первых, почему в данный момент объект для меня недосягаем? Для того, чтобы туда попасть, нужен как минимум вездеход. Ну, а для того, чтобы его исследовать, нужна как минимум сплоченная и немаленькая команда специалистов. Ну, вы сами видите масштабы для исследований. И ладно бы само озеро и вот эти вот гигантские насыпи, которые, кстати, в конце озера не заканчиваются. А вот мне лично проследить удалось их практически до озера Чапор. А это ни много ни мало, несколько десятков километров. И вот что это за насыпь? Кто или что ее создало? Нет, ну, конечно, природа способна вытворять удивительные вещи. Но в данном случае как-то вот не клеится. И ладно насыпь. С самим озером явно что-то не так. Вот это что такое? Для тех, кто хочет более подробно и внимательно изучить данный объект и отследить продолжение насыпи, ссылка будет в описании. Ну, а теперь давайте посмотрим на озеро, которое находится рядом с Горбатом. Называется оно Долгое. Ничего странного не видите? Я сейчас говорю не о форме озера. Обратите внимание на реку. Она втекает там же, где и вытекает. То есть рельеф дна этого озера в форме ложки. А вот как такое может быть в естественных условиях? Я на своем веку повидал множество озер Кольского полуострова. Но вот чтоб так, вижу впервые. Обычно втекающие ручьи или реки находятся либо в середине, либо в другом конце озера, да где угодно. Но не так, как здесь. В общем, для меня это как минимум странно. Особенно если смотреть на эти объекты не по отдельности, а вместе. Ну а для того, чтобы ликвидировать ненужные вопросы, скажу сразу. Ни о каких известных боях времен Второй мировой войны и ранее, ни о каких грандиозных пятилетках времен Советского Союза нам на данный момент неизвестно. Но объект, как вы сами видите, существует. И на нем как минимум нужно хотя бы раз допобывать. И мы обязательно там побываем. Ну а теперь давайте перейдем ко второму объекту. В отличие от Горбатого озера, я неоднократно там бывал. И покажу вам не только спутниковые снимки, но и то, что нам удалось снять благодаря нашему другу и соратнику Евгению Далгрену. Ну и буквально скажу пару слов перед просмотром. Данный объект расположен на перекрестке. Для неискушенного зрителя скажу. Перекресток это то самое место, о котором я рассказываю в своей рубрике сказки Дедушки Шамана. По сути, это и есть сплошная аномалия. Неподалеку от данного объекта расположен еще один интересный объект, который называется Каменный Герцог, и о котором я рассказывал в предыдущих своих выпусках. И много других интересных объектов, о которых мне только предстоит вам рассказать и показать. И я еще раз хочу напомнить, что в данном выпуске я ничего не утверждаю и не доказываю. Я вам просто показываю то, что увидел сам, и что лично у меня вызвало удивление. Ну а перед тем, как приступить к просмотру, я еще раз хочу вас всех поблагодарить. Ну а свои впечатления и мысли от увиденного пишите в комментариях. Всего вам доброго и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok